В Чебоксарах состоялось торжественное открытие чемпионата России по легкой атлетике. Соревнования представителей королевы спорта проходят на фоне допингового скандала. Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение не допускать наших легкоатлетов на Олимпиаду в Бразилию. Но даже несмотря на непростую ситуацию, спортсмены не опускают руки и настраиваются на победу в национальном чемпионате. Дмитрий Ковалев с места событий. Чемпионату России дан официальный старт. Соревнования продлятся 4 дня. Сегодня уже состоялись финальные забеги на 5000 метров среди мужчин и женщин. Всего же будет разыграно 42 комплекта медалей. За них сразятся более 700 спортсменов. В Чебоксаре приехали многие звезды легкой атлетики. Изначально предполагалось, что по итогам этого чемпионата сформируют олимпийскую команду. Но пока поездка национальной сборной в Рио-де-Жанейро остается под вопросом. Еще в пятницу на Совете ИАФ российские легкоатлеты были отстранены от участия в международных стартах. Окончательную дочку поставят в Международном олимпийском комитете. Правда, Федерации легкой атлетики сомневаются, что члены МОК примут решение в пользу нашей страны. Конечно, боль и разочарование и досада. Досада от того, что мы не достойны такого подхода и не достойны такого принятия решения. Все члены Федерации, вся рабочая группа, все люди, которые все эти шесть месяцев работали, сделали все возможное, чтобы мы выполнили эти требования и критерии. Мы даже сделали больше, чем от нас требовали. К сожалению, есть вещи, которые от нас не зависят. К сожалению, есть вещи, которые не подконтрольны Федерации легкой атлетики. Если члены МОК не поддержат российскую команду, то спортсмены смогут отправиться в Бразилию только под флагом Олимпийского комитета. Такие перспективы легкоатлетов не устраивают. Для двукратной чемпионки по прыжкам в шестом Елены Исенбаевой решение ИАВ стало настоящим ударом. В этом году она хотела завершить спортивную карьеру именно в Рио-де-Жанейро. Но, по всей видимости, свою последнюю высоту она возьмет именно в Чебоксарах. Сегодня Исенбаева прошла финал. Спасибо большое за поддержку. Но завтра у нас финал. Приходите в том же составе. Будет интересно, потому что в этой сложной ситуации нам реально ночью нужна ваша поддержка, зрительская. Аплодисменты, потому что, ну, видать, это последний старт моей карьеры. Так что вы мне нужны. Но даже если завтра МОК озвучить неприятные для спортсменов новости, Федерация легкой атлетики намерена провести по-настоящему яркий чемпионат. Не случайно его проводят именно в Чебоксарах. Подобные соревнования столицы республики принимают в пятый раз за последние восемь лет. А в прошлом году на этом же стадионе за титул сильнейших состязались легкоатлеты со всей Европы. Мы все детские, юнорские и спортивные школы, которые работают, их у нас 50 лет, ни одну школу не закрывали и не собираемся закрывать. Это говорит о многом, это говорит о значимости любви жителей Чувашии к легкой атлетике. Баталии легкоатлетов за медали продолжаются. Уже завтра будет разыграно более 10 комплектов наград. Во второй день чемпионата определяются имена финалистов в забегах на 3800 и 400 метров. Разыграют награды в толкании ядра и метании диска. Медрик Ковалев, Ироссель Мухаммедов. Республика.